То, что касается Приднестровья. В 1991 году я служил еще в Риге, и как раз развал Союза, и мне, то есть нас всех под сокращение отправили, потому что выводить войска было некуда, инфраструктура для них никакой не была создана, и практически те войска, что стояли при Балтике, они почти все ушли под сокращение. Я вернулся в Симферополь, принимать украинскую присягу я не хотел, не желал, для меня это все тогда дико было. Кое-как устроился на завод работать, но зарплаты нам по полгода не платили, завод в конце концов развалился, некуда было деться. И тут мне предложили, говорит, в Приднестровье там начался конфликт, у тебя есть боевой опыт, мы сейчас собираем группу, которая поедет туда, защищать наших братьев-славян, значит, от румынского фашизма и тому подобное. Или молдавского фашизма, я сейчас не помню, как они обосновали это. Но еще был молодой, горячий, собрали мы тогда группу добровольцев. В 11-м году уже, да? Да, группу добровольцев, и это группа добровольцев, порядка 30 человек. К нам присоединилась еще группа каких-то казаков, по-моему, из Таврического союза, казачьего союза, значит, и мы поехали туда. Да, мы, когда туда приехали, там уже все было накалено, и бандеры были захвачены уже молдавской армией. Бандеры были захвачены. Ну что хочу сказать, мы там долго не знали, куда нас сунуть, потом определили позицию, мы встали на позицию, и потом никто не проверял даже толком, что мы умеем, что мы знаем и тому подобное. В общем, из казаков там назначили нам командира. Вот. И первое столкновение у нас произошло на блокпосту, когда два БТРа пытались прорваться в сторону Тирасполя, в сторону Тирасполя, пытались прорваться два БТРа, и группа солдат. Первое столкновение у нас произошло. Ну, постреляли, там, первый БТР, он прорвал наш блокпост, но дальше подорвался на мины. Вот. Там поставили ему мину, притом самодельную. Вот. Он подорвался, и сразу стрельба была такая. У нас было двое раненых, у них тоже, по-моему, несколько человек было ранено. Потом они отошли, и все. На этом все закончилось. Потом к нам сразу подтянулось несколько наших подразделений туда. Ну, тоже, тоже добровольцы, там, кого только не было. Даже были бойцы из ООНУПА, которые воевали на стороне Приднестровья. Ну, видно, отрабатывали, как говорится. Вот, забыл, как его фамилия. Корчинский, да, Корчинский? Вот, один из товарищей, который там участвовал непосредственно. Вот. Я их не видел, не знаю, там мне рассказывали только. Дело в чем, что, когда они заняли Бандеры, Бандеры требовалось отбить. То есть, была поставлена задача отбить Бандеры. Как их отбить? Если тяжелого вооружения нету, только ручное оружие, там, автоматы, пулеметы. Вот, несколько гранатометов было. Вот. Потом у 40-й армии, не знаю, кто там что договаривался, пригнали два БТР и один танк. У 40-й армии два БТР. И вот с этим двумя БТРами и одним танком решили идти на Бандеры. Вот. Были сведения, что был такой генерал Ниткачевса в 40-й армии, что он даст нам артиллерийскую поддержку. Он дал слово офицера перед полевыми командирами, там, вот этого Приднестровья, что он обеспечит огневую поддержку артиллерии и таким способом, то есть, как-то нас прикроет. Вот. Атака была сорвана, ни одна пушка со стороны 40-й армии не выстрелила. Вот. Атака была сорвана, и танк, и БТР один сожгли. У одного, один БТР, кое-как за него скрывали, вывез раненых с поля боя, потому что стреляли довольно интенсивно. Стреляли противотанковыми пушками, гранатометами стреляли. Вот. Он вывез раненых. В это время, я не знаю, как, это где-то ниже там речка, а, да, мост, мост в этом месте, через реку был разрушен, взорван был. Поэтому штурмовать приходилось прямо через реку. Но там река, слава богу, не глубокая. Вот. Ну, атака, была сорвана, возвращались все мокрые, грязные и тому подобное. Куча раненых, сколько убитых, никто не знает, потому что даже некоторых убитых не подобрали. Вот. В это время один отряд казаков, и где-то они взяли еще один танк, ниже по течению реки, обошли это все формирование, которое против нас находилось, и вышли им в тыл. Вышли им в тыл, и там был всего один танк, и, по-моему, 50 человек казаков. По-моему, полсотни казаков, и там еще несколько десятков, по-моему, ополченцев было, местных, преднестровских. Вот. И вот этот танк, в принципе, сделал всю войну. Они побежали, бросили оружие, бросили танки свои, БТР-ы бросили, и побежали. Вот. Все. К следующему дню уже над Бендерами развивался флаг Приднестровской Республики. Народной Республики. Много танк это досталось? А? Танк это много досталось в блошне. Да. Да. Ну вот, Приднестровье быстренько начало это самое. С Ниткачевым получилось так, что даже многие офицеры 40-й армии восстали против него, его заблокировали в штабе. Вот. Но быстренько из Москвы или откуда-то, я не знаю, прилетел вертолет и его забрал. И вот вместо него тогда прислали лебеди. Вот это то, что я знаю, что вместо него прислали лебеди, а лебедь сразу так резко поставил. Один выстрел в нашу сторону, мы отвечаем из всех орудий. Вот так вот. Ну еще нескольких стычках мы участвовали, небольших. Тут там стрельнут, там стрельнут. Ну и все вот, все в принципе вся моя война. Через два месяца мы уехали обратно. Все. В тот момент уже ситуация-то была... Уже, да, под контролем была полностью в Приднестровской республике ситуация. А желания идти на Кишинев не было? Понимали, это нереально. А что, у вас же там был? Ну, понятно. Понятно, но с лебедем там велись переговоры о помощи, вооружениям и тому подобное. Не знаю, может, что-то и передали там кому-то что-то, но никто на Кишинев идти не собирался. А то есть, все решено было до приезда Лебедя в Приднестровье? Да. Но Бендеры были отбиты до его приезда. Чем-то были примечательны на Бендерах? Ну, узловая станция. Во-вторых, я не знаю, почему именно с Бендерами вот такое вот получилось, но это Приднестровцы считали это своей территорией. своей территории и хотели оккупантов, как они говорили, выбить, значит, с нее во что бы то ни стало. То есть, ситуация тождественная на Юго-Востоке? Да. Ну, Востоку, по крайней мере. Да, да, да. Вот так вот. Но там было взято около 30 пленных тогда, я помню, их вели там грязные все, некоторые избитые. Вот, вели. И помню, еще один казак все время по задницам на гайках листал. Вот так вот было. Так это просто финансирование было на два месяца всего лишь, да? Ну, два месяца, потом нам сказали, что у нас больше не нуждается. Да, финансировали, да. У нас больше не нуждается, что тут сейчас все решается, что объявляется референдум, Приднестровская республика и тому подобное. В общем. А с местным населением общались? А? С местным населением общались? Да, общались. А там разное население. Там есть и украинцы, там есть и русские, там есть гагаузы, там есть молдаване. Вот. Но они все выступали тоже тогда за союз с Россией и считали, что Россия их возьмет, значит, под свое крыло и поможет. Но Россия такую выжидательную позицию заняла тогда. Она как сейчас, да? Да. Выжидательную позицию, чего это было. Она так помогала, может быть, как-то там советами, я не знаю, аналитиками, я не знаю. Ну, в общем, вот так все было. Поэтому Приднестровская моя война, она недолго длилась, там два месяца мы по-по-по-ли. Вот. В основном стояли на блокпостах, да, и вот это вот занимали там определенный участок фронта, это вот когда вот с Бандерами вот это вот было. Вот. Попали мы под очень плотный огонь. У вас были погибы из отряда? С наших, крымских. Два человека только ранены было. Все. То есть потери при всем при этом были невелики, да? А? Потери в общем-то небольшие были. И казаки тоже целые были. И казаки целые. Вот те вот, что зашли из тыла, у них, по-моему, было пару человек убитых. Я не знаю точно. Поэтому опыт такой у меня небольшой. В Таджикистане я вообще попал в переплет, это случайно. У меня бывшая моя жена, она родом из Куляба. Она ли родом из Куляба. Я с ней познакомился в Кабульском госпитале в свое время. И я ее когда привез в Симферополь, у нее там в Кулябе оставалась мама. И когда начались события в Таджикистане, нужно было маму вывозить сюда в Крым. А там начали уже постреливать и тому подобное. Там в основном шла борьба между вот группировкой вот этих вот, как они себя называли, Вовчики, Юрчики. Кулябская группировка и Кургант-キубицкой, так скажем. Бандитские. А? Бандитские. Да. Кургант-キубиц. Чисто бандитские. Да. Кулябцы, они выступали, так скажем, за светское государство. А кургант-киубинцы, они больше выступали за исламское государство, так скажем. И у них была поддержка со стороны Афганистана. То есть у них были полевые командиры там из Афганистана. Вот. И боевики были афганские, на их стороне воевали. Там случайно совершенно, когда уже я тёщу свою отправил, отправил там на транспорте, её там должны были с душанбе на самолёте повезти, притом не на пассажирском, а на транспортном самолёте вывезти. Многие русские бежали тогда оттуда, просто бежали. Я встретил там своего знакомого, со мной служил в Афганистане. С ним там, он говорит, нужно будет перевезти груз нашим ребятам, надо помочь. У нас как по друзей, как говорится, когда нужно, помогаем. Поэтому мы с ним поехали перевозить этот груз. Как оказалось, это груз, это в основном оружие, в том числе боеприпасы, гранаты для РПГ. Вот мы с ним и поехали. По дороге два раза нас обстреляли. Два раза нас обстреляли, но... А для какой группировки везли груз? Для Кулябской. Для тех, кто за Светской. Да, для Кулябцев везли оружие. Ну там очень сильно помогала 201-я дивизия, которая там стояла. Московский погранотряд тоже помогал хорошо. То есть они и техникой помогали, и оружием помогали. Вот. В Душанбе там какие-то стычки постоянно были. Ну я этого не знаю. Я знаю только вот в Таджикистане, что когда мы оружие привезли, там куча народу была. Все уже были вооруженные, большинство это были местные населения, хотя встречались и русские среди них. Встречались русские. Вот. Оружие привезли, а на следующий день мы попали... Им сказали куда-то там выдвинуться. Вот. Они попали под перекрестный огонь, то есть в засаду попали. Вот. Им пришлось уходить обратно. Куча раненых была. Вот. Ну и потом нам пришлось держать оборону, отбиваться. Постреляли немножко. С той и с другой стороны стрельба велась. Вот. Потом подошли БТРы, подошла артиллерия. Приволокли откуда-то, я не знаю. Две установки, это самое, 16-ствольных минометов десантных. Откуда их приволокли, я не знаю. Установили там и влупили по противнику. Вроде отогнали их. Вот тоже у меня так недолго это все продолжалось. Потом товарищ меня там окольными путями через горы там вывозил Душанбе. Привез он меня обратно. Там уже новый отряд собирался. Шел туда. Вот. И он меня тоже на какой-то там транспортник посадил. И я вернулся в Сиферополь. Вот. А теща уже улетела раньше. Она раньше. Она за бесценок буквально продала свой дом, там, таджику. За бесценок, за мизерную сумму. Вот. Продала свою квартиру там. Вот. И приехала, поехала. Вот. Она и сейчас живет в Сиферополе. А там к русскому сиреню совсем плохо было отношение? Нет, ну вот кулябцы, например, нормально относились. Нет, а тут наши бежали бросив все. Да. А там, да, там многие бежали бросив все. Я во все эти вещи не вникал. Я вникал вот в конкретную ситуацию, которая возникла и все. Так а смысл было бы уезжать? Потому что что могло случиться, если бы она не уехала? В основном российские самолеты вывозили. Нет. А что угрожали, если бы она не уехала? Угрожали очень сильно. Убить могли. Просто угрожали. Запросто могли убить. Выкидывали из домов? Да. Выкидывали из домов, поджигали дома. Всякое было. Грабили, убивали, насиловали. Это представители какой-то конкретной группировки или разных? Там, по-моему, творилось такое. Потому что когда кулябцы вошли в Курган-Тюбе, они там устроили такую резню, блин. Когда они вошли в Курган-Тюбе. Это я уже потом уже так почитывал информацию. Там был военный корреспондент, который описал то, что он видел, это все. Я потом книгу его читал. А со своей стороны, то, что я видел, я вот только это и могу сказать. Обе стороны были хороши в своих ведах? Конечно, конечно. А вообще они очень такие ребята. Никого не жалеют, если что. А Курган-Тюбе это алюминиевый завод, да? Есть, да. И он там думал, что сзади перехошел, в руки, да? Я не знаю. Я в Курган-Тюбе не был, я в Кулябе был. Это почти самая граница с Афганистаном. Совсем не рядышком с Афганистаном. А вот вы говорите, вот, ну, вас товарищ попросил там, или что вы вот пошли там с ним сопровождать груз. А вот вы не рассматривали такой вариант, или что вам товарищ гарантировал? На случай того, что потеря у вас там, ну, не только способности, значит, или, ну, какое-то ранение. Ничего не гарантировал. Он меня попросил, я здесь сделал. То, что смог. А если бы вы пострадали? Ну, пострадал, пострадал. Значит, судьба такая. Мы военные люди, ну, надо помочь человеку, поможем, не надо, не поможем. Нас так учили, нас так воспитывали, я не знаю. Это, может, такое патриотическое, советское, патротическое, может, воспитание. Ну, так нас воспитывали, что если надо, надо. Если бы это, вот, в Афганистане там другое. Там, если бы мы выполняли все приказы, что нам давало наше руководство, мы все, мало кто бы из нас вернулся. Потому что мы все, что мы там делали, мы делали не благодаря умным указаниям наше руководство, а вопреки ему. Потому что они видят ситуацию вот по своим картам, и то, что им там доносит там разведка там и тому подобное. Мы видим ситуацию реальную. Например, нам говорят, двигаться по такой-то ракаде или дороге, да, вот, а эта дорога давно засыпана уже камнепадом. По ней двигаться нельзя, а тем более провести технику. Они говорят, план утвержден, вы должны вот именно по ней пройти. Мы проходили в другом месте. Ну что? Иногда действовали совсем не так, как нам говорили. Потому что, ну, не всегда умные приказы выдавались. А приказ надо выполнять, хоть другим способом, но выполнять. Как местное население относилось? В Афганистане? В большинстве своем отрицательно. В то время. Мы для них были... Враги. Враги. Ну, у них есть свой определенный кодекс чести. Там, допустим, на своей территории тебя никто не тронет. Если ты пришел как гость. По приглашению. Да, по приглашению. По приглашению. Да. Вот. Если ты пришел как гость. Если ты без приглашения пришел, ты должен прийти без оружия. Хозяин никогда, например, там у них по обычаю их нему, не гость начинает есть первым, а хозяин. Он показывает, что пища не отравлена. Вот. Если он тебя особенно уважает, вот он со своей тарелки так берет, руками рис подходит, тебе так вот раз положил. Это особое уважение гостя. При хозяине, например, никогда нельзя хвалить его жену. Женщины там не сидят вместе с гостями, с хозяином. Они только там подают, там снуют, что-то приносят. Вот. Хвалить жену нельзя. Вот. Вот как у нас, у тебя очень красивая жена, вот так сказать нельзя. Это оскорбление. Если ты ей сказал, что она красивая, это значит, видел ее лицо. Это не принято у них такое. Тебя никто на своей территории, тебя никто не тронет. Но за своей территорией с тобой могут сделать все, что угодно. Тем более, что по законам ихним, допустим, обмануть неверного считается в порядке вещей. Это подвиг. Что еще? Были ли там христиане? Там все мусульмане? Или там были какие-то... Нету там христиан, практически нет. Если ты не мусульманин, ты значит не афганец. Но там очень много, много разных кланов, так скажем. И национальности, ну порядка 30 национальностей. В север занимают в основном таджики, восток и юг это пуштуны. Притом таджики, они более оседлые, пуштуны более подвижные, они более кочевники, чем таджики. А еще есть там хазарейцы, индусы, эти, как его, иранцы, узбеки. Там много национальностей всяких. Кто воевал в основном? А вы были северные гендукуши? Мы были на самом гендукуше. Мы были... Вот наша часть стояла в Файзабате, так называемый Файзабатский аппендицит. Так называемый. Это такая территория, которая выдается из самой основания, то есть из основной территории Афганистана, она выдается вот такой длинный, такой косой. Вот. И там сходятся четыре границы. Китайская, индийская, пакистанская и советская. То есть вы контролировали узловую точку, да? Да, узловую точку мы контролировали. Вот. Это провинция Бадахшан, так называемая. Бадахшанские алмазы. Это там есть алмазное ущелье такое. Копии там с древних времен разрабатывали, искали эти алмазы. Вот. Ну, в принципе, там очень глубокие копии. Туда мы лезть не собирались, потому что это очень глубоко. Их разрабатывали чуть ли не до нашей эры. За алмазами не ходили? Нет. А может, вопрос такой. А почему вот с Алганцами уже на протяжении многих рекопов по-вашему сложно воевать? Ну, ты скажешь, там и... Там леча, а там кого только не было там. Да. Во-первых, две трети страны занимают горы. В горах воевать очень сложно. Там побеждает либо тот, кто первый увидел противника, либо тот, кто выше. Сверху всегда легче. Никто знает горы. Да. Либо тот, кто увидел противника. Проглядеть в горах противника, это гарантирует нас играть в ящик. Как говорится. То есть, очень надо быть внимательным. Во-вторых, они очень прекрасно умеют перемещаться по горам. Они воины с детства. Отец, прежде всего, ребенку покупают какое-то оружие. Автоматом, винтовку и тому подобное. У них же постоянно шла клановая борьба друг с другом. Они постоянно воевали друг с другом. У них никогда не было прочного единого государства. Никогда не было. Но, тем не менее, при внешней угрозе они всегда сплачиваются. Они всегда сплачиваются и имеют до этот пор. Ну, англичан перебили английский корпус за одну ночь. Афганистан, между прочим, первая страна, которая признала Советский Союз. Афганистан. И Советский Союз с ними очень неплохие отношения поддерживал. Альянс семьи, так называемый был. Альянс семьи, это семь исламских партий, которые выступали против вот этой НДПА. Ну, что такое? Там не было никакой революции. Был, по сути, военный переворот. Потому что НДПА поддерживали в основном военные, которые, многие из которых учились в советских вузах военных. Вот. И много их не элита, она нахваталась у нас здесь в Советском Союзе социалистических, там, коммунистических идей. Вот они нахватались их эти идеи и решили перенести на почву Афганистана. Что нереально было при той обстановке. Из феодализма сразу социализм прыгнуть, да еще при таком вот самосознании. У них же совсем по-другому они мыслятся, по-совсем по-другому думают. Вот им таджики наши, которые воевали, у нас очень много таджиков воевало. Почему? Они знают Дари, они знают афганский язык. Как переводчики. Хороши, как переводчики. Они рассказывали, как прекрасно жить в Советском Союзе. У нас был таджик один такой, Хударгенов, по-моему, фамилия его была. Он каждый день молился Аллаху, что родился в Советском Союзе, а не вот в этом Афганистане. Где куча болезней, где грязь, голод и тому подобное. Нищая страна. Это же что они воевали-то, если у них все плохо, а мы им принесли культуру, так вот, вот разговаривали. Вот наш переводчик с ними постоянно, с ихними людьми разговаривал. Рассказывал, как прекрасно жить в Советском Союзе. Вот при социализме они кивали головой, восхищались им. Там фильмы крутили. Ёлки-палки. Вот. Но почему-то особого желания к нашей жизни не испытывали. Вот. Не испытывали. Они привыкли вот жить так, как они живут. Вот, когда Тараки начал проводить, так сказать, аграрную реформу, мы так называли ее, ну, то есть он начал, как и наши большевики, забирать землю у богатых и отдавать бедным. Крестьянам или Дитханам, да, начал ее отдавать. Вот у Мулы забирают землю, отдают Дитханину, он брать ее не хочет. Мула для него святой человек. Но он не может взять землю у святого человека. Ведь Мула для него это не только духовный лидер в этой местности. Он еще и врач, он еще и учитель его детей. Вот. Мулы часто выполняли роль и учителя, и врача, и так далее. И суд они вершат, по-моему, да? Да. Да. И судья. Да. Авторитетный человек, в общем. Авторитетный человек вот данная местность. Вот. То есть, это совсем другая психология, совсем другое... Поэтому, воевать с ними было в этом... Ну, то есть, переубедить их как-то было невозможно буквально. Какие годы? А? Год какой? Ну, первый раз я попал в самом начале войны. Я еще служил в воздушно-десантных войсках тогда. Вот. И только началась война, нас одних из первых туда кинули. Ну, я там недолго пробовал, что у меня дембель уже был. Я и так переслужил два месяца. То есть, на срочную службу еще? Да, на срочную службу, да. Вот как только война началась. То есть, в 2009-м, да? Да, я служил в Сверской воздушно-десантной дивизии разведиверсионной бригады. И вот нас одних из первых кинули. Со всей дивизии только нашу бригаду. Витерская дивизия, вот она в полном составе туда ушла. В Херганской дивизии. Ваши дивизии, давай с Амином Катарновка там. А? Нет. Там брала Альфа. И такое подразделение еще было. которое входило в состав вымпела. Это Зенит. Вот подразделение Зенит. Они брали в основном. Там были спецы высшего класса. Конечно. Вот. Нас с ними, мы срочники были тогда. А второй раз я попал. Уже после того, как я уже на гражданке поработал. Вот. Потом что-то меня черт дернул поступить в школу прапорщиков. Я закончил школу прапорщиков. И мне после нее сразу предложили. Тогда создавалось такое подразделение силовое прикрытие в армейской контрразведке. В Карелии был ее филиал. Этого, как говорится, это 311-я новосибирская школа контрразведки. Вот. В Карелии был ее филиал. Силовое прикрытие. Ускорены курсы шестимесячные. И нас после этих курсов туда отправляли. Ну, какое мы силовое прикрытие? Ну, вот когда Наджиб, например, переговоры это 87-88 год. Наджиб, когда вел переговоры с оппозицией в Хароге, мы обеспечивали силовое прикрытие. То есть, вот этих переговоров. И местное население, и арабские наемники были. Ну, в основном местное население. Арабы были как инструктора. Ну, и американцы были как инструктора. И китайцы встречались с инструкторами. Даже и китайцы. Мы находили часто автоматы с китайскими иероглифами. Наши Калашниковы, только на китайском. И они немножко там переделаны. В итоге вы как считаете это? Правильно то, что мы вне в Адонесах помогать якобы братскому народу? Мое мнение, что нафиг не нужна была эта война. Но мне солдатам надо было что-то объяснять своим. Я им говорил так. Мы здесь никому ничего не должны. Поэтому вот это вот бред про интернациональный долг забудьте. Они меня спрашивали какой интернациональный долг? Они тут все против нас блин. Значит мы для того чтобы научиться воевать в современной войне. Вот говорю америкосы видите вон своих кругом шьют во все горячие точки. Армия которая не воюет это ржавая корыта. Да через смерть через кровь но мы обязаны научиться воевать в современной войне. Вот. Ну так вот как-то приходилось объяснять. на ваш взгляд насколько эта ручка потом сохраняется? Я имею ввиду первая чеченская там. Ни насколько она не сохраняется я вижу что ничему не пригодилось потому что по первой чеченской это сразу было понятно потому что уроков никаких не извлекли да что там было уроки извлекать из афганской войны когда при штурме Грозного это в принципе была войсковая операция ну подобная допустим штурм множество европейских городов которые прошла наша армия во время Великой Отечественной войны Берлин был взят 4 дня 4 дня был взят Берлин никакого опыта из берлинской операции они не вынесли они загнали туда кучу техники без поддержки пехоты думали что чеченцы испугаются и разбегутся да и чем это кончилось бойней ну вот так можно сказать предательство предательство именно эти слова сегодня буквально говорят украинцы да про своих генералов предатель да почему возникает вопрос что то есть получается что единственный способ иметь реальную армию это заставлять ее постоянно воевать единственный способ извините неумение воевать и предательство это же разные понятия я удивился что так быстро с Грузией разобрались в принципе я понимал что туда отправили войска которые прошли в основном в чеченской кампании участвовали вот но я считал что грузины более так сказать это самое будут более подготовлены их же там американцы сколько лет обучали вот там десятикратное преимущество было у северокавказского военного это да десятикратное или больше это да но тем не менее быстро все там было закончено это принуждение к миру вот в афганистане у нас преимущества не было в каком плане не было у нас было преимущество техническое прекрасно но например знание местности было на их стороне то есть умение воевать в горах было на их стороне вот к тому же я не помню ни одного боестолкновения где бы мы имели численное превосходство над противником вот то есть вот 103 тысячи армии которые там стояло уже под конец 103 тысячи это личный состав 40-й армии ну да 40-й армии который там стоял значит его явно не хватало афганская армия была совершенно не готова там единственное подразделение боеспособное были это десантно-штурмовый полк который обучали в основном советские союзы советские инструктора вот он состоял полностью почти полностью состоял из офицерского состава вот и еще что это хат госбезопасность афганистана все были члены НДПА и они знали что у им если они сдадутся то их убьют обязательно убьют потому что хат действовал вообще-то тоже очень жестко если не сказать свирепо по отношению своим противникам а потом они тоже вышли с нашими войсками да? часть ушло часть погибла они долго держались они два года после нас еще держались вот так да? они два года еще держались я не думал что они столько продержатся они два года продержались часть ушло я не знаю почему аджип не ушел его прямо на воротах индейского посольства повесили до наверное хотя когда пришли американцы наши оказывали уже помощь северным альянсу те тут у того же ахмат шаху максу который в до этого воевал против нас паншерский лев так называемый вот потому что решили что это меньшее зло чем то ли мы гансы многие говорили нашим но это мне рассказывали на всяком случае говорили что с русскими было лучше когда русские здесь были чем американцы русские были на тут школы строили хлебозавод их строили что-то пытались там не говорит русские это воины а это что говорит они только бомбить умеют они воевать не умеют они только вот держатся за счет своей техники они же вот гарнизоны свои там понаставили вот они куда-то выйдут из этого гарнизона что-то там постреляют и тут же уйдут обратно американцы ничего там не контролирует по сути кроме своих гарнизон кроме своих гарнизонов да и мы это контролировали но наверное меньше половины территории мы тоже контролировали основу крупные города только ну север северный дентукуши территория была под контролем советского союза там где живут это турмен да 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 то есть там где собственно вот афгане и другие ну основные народные живут там на пустыне полно там на юге пустыни регистан очень нехорошая пустыня практически нет никаких источников пройти и вот просто так очень сложно если человек туда попал выбраться ему очень сложно оттуда но там часто там идет великий наркотический путь через эту пустыню великий наркотический путь то есть там все время наши устраивали пытались устраивать там засады попытались перехватывать караваны с наркотиками с наркотами а при американцев наркотрафик через афганистан увеличился четыре раза фильм есть фильм это абсолютный бред значит с роты уцелело ты больше 30 человек на самом деле они один там какой-то парень который потому что часть роты вообще находилась в другом месте на другом холме были и туда туда вот эти вот афганцы просто не дошли вот и вот эта часть роты она уцелела они там издалека постреляли вот но до них просто не дошли вот погибли по и погибло два взвода но это не все люди из этих взводов погибли два взвода погибло да третий взвод практически уцелел полном составе третий взвод рота не было в одном месте сосредоточен она была разбросана по сопкам там ну по по господствующим высотам она была разбросана ну конечно это это кино это было снято чисто для зрителя как сказать цивилизации тоже них и тогда были они на машину вы же можете строить вы были первый раз как срочник в афганистане и потом уже через много лет были уже как брабочек какая-то разница была нет вообще ничего не вот такое впечатление что не застряли у них папа по календарю 14 век сейчас по мусульманскому а как 14 веке они застряли такие остались ним но есть на конечно машины появились до часы у некоторых появились до кроссовки там магазин зайдешь там к вам предлагает тебе кроссовки что сапогах или в ботинках бегать по горам очень сложно сложно продай кроссовки после двух выходов надо выбрасывать но туда сам пример в кимрах фабрика кемрянская фабрика выпускала выпускала кроссовки чисто для афганистана это нигде не афишировалась но нам их привозили их выпускали на специальной подошве такой усиленной вот что она не сразу разваливались не сразу они разваливались такого что не было ботинок не в этих шляпу это вы решили вы в шляпах были да и не могли шляпы но вообще-то честно сказать одевались все в чего удобно вот одевались все так вот что удобно к нам проверяющий приехал мы только вернулись с разведвыхода вот как нас выстроили он как посмотрел и это советская армия это банда какая-то это это уже второй раз это банда какая-то это анархисты были это что такое одессы одеты кто в чем то в чем кто в чем да кто в чем вооружены тоже кто чем а почему но потому что каждый вооружается тоже чем ему удобно вот например 545 автомат вот современный а к 74 он в в Афганистане не ценился ценились автоматы старого образца 762 там знаешь и пуля рельсу прошибает здесь пуля быстрая она летит со скоростью 900 метров в секунду она если в человека попадает она его прошибает сразу насквозь и ушла сюда вот а старая пуля на тяжелая и она застреет теле она гораздо больше может нанести вреда чем пуля которая вот современная современные пули щадящие одно время были пули с металлическим сердечником это так называем со смещенным центром тяжести на первых они запрещены эти пули вот во-вторых ими можно стрелять только на гладкой местности до любое препятствие она сразу смещается да в горах это бессмысленно там где зеленка бессмысленного на кустик зацепила почему именно в горах важно увидеть противника в любом случае важно первому ну да понятно 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 ну потому что на равнине там сдалека человека видно сдалека в город вот он в трех метрах может сидеть за камешком и ты его не увидишь да то есть расстояние где тебе могут убить гораздо сужается в море но мне везде там например черекарская долина там есть места где можно использовать бронетехнику вот есть плоскогорье где тоже может зайти бронетехника там же не везде вот такие вот горы вот но часто приходилось просто бронетехнику бросать и идти пешком вот внизу ее бросать где-нибудь и дальше в горы идти пешком вот или высаживаться с вертолетов у нас был случай такой это нам прислали только 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 молодых солдат человек пятьдесятых прислали они были не обучены еще ни в одном бою они не были их там в центре под ташкентом мы готовили их немножко там обучили чему-то вот и к нам прислали вот а у меня во взводе все деды ну все старослужащие они ушли пришла информация что где-то караван перешел границу и они ушли все на караван их убрали вот а тут через некоторое время приходит информация я был инструктором взвода приходит информация что в нашу сторону идет еще один караван затем в другой стороне вот у нас под рукой никого нет и старослужащих они все ушли туда а вот эти один молодняк что делать что делать что делать ну меня командир вызывает ты говорит тут у нас один остался говорит который более это самое вот ты занимаешься с ними да я говорю вот занимаюсь он говорю тренируемся потихоньку ну а давай собирай их и готовь к выходу я говорю да вы чё говорю да их перестреляют нафиг вы чё не в бою то ни разу не были куда не отдавай готовь их к выходу а неким неким сейчас перекрыть вертушки говорит показ файзобата прилетят а мы стояли не в самом файзобате а там дальше по коса свои маска аэродромы вертушки перелетят мы уже не через давай быстренько готовь ну вот я их загнал быстренько там ленинская комната такой большой наш шатер был туда загнал они там начали там вооружаться и тому подобное я быстренько раскинул карту показал где мы находимся где противник находится вот как мы должны действовать одновременно я и включил музычку я пытался немножко психологически на них воздействовать знаете песня есть такая призрач на все в этом мире бушующие есть только за него и держись есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь чем дорожу чем рискую на свете я мигом один только мигом один вот пытался на этом фоне вот я несколько раз на магнитофоне его включал выключал включал выключал эту музыку я заметил что собираясь и складывая там свои вещь мешки там и тому что надевая разгрузки там и тому подобное некоторые подсознательно начали уже шептать эти слова то есть пытался вот такое состояние релаксации вести вот чем я рискую мигом один херня какая разница когда ты умрешь сейчас или через 40 лет вот и что интересно подействовало мы задачу выполнили мы перехватили этот караван у меня было всего 6 человек раненых и ни одного убитого мы перехватили караваны караван то был там херня пару машин до десяток верблюд оружие оружие конечно откуда и чё с пакистана а там рядом граница с пакистаном у нас авианаводчики там стоят на сопках вот тут как где-то что-то усекли они быстренько авиации передают но в тот момент не могла авиация к нам помочь ничем пришлось выдвигаться у них все было ну как танков не было самолетов и я бы производства чего чего всякая арабская китайская наша афганская то что к ним иногда целыми батальонами переходила из афганской армии переходили да 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 иногда даже с бронетехникой были такие случаи вот а что там вот что такое афганская армия вот по кишлакам набрали молодежь одели форму дали автомат они дали присягу народу афганистана там по их нему вот и поставили в строй сказали иди воюй с такими же людьми как и ты с такими же людьми иди воевай но пропаганда была у наших противников поставлено гораздо на более высоком уровне поэтому наверное они побеждали то есть информационную войну мы там проиграли так скажем информационным проиграли информационную войну это повлекло проигрышу я не скажу что мы проигрывали в сражении но можно выиграть 10 сражений на проиграть войну наполеон возмущался говорит эти они не не выиграли у меня про русских он говорил они не выиграли у меня ни одного сражения моя армия растаяла под пешеваром стояла 96 бригада зеленых билетов которые их обучала американцы их обучали итальянские мины были там очень хитрая мина она пластиковая ее не обнаруживает миноискатель ее собачки только унюхивает у нее хитрый взрыватель у нее взрыватель бывает раскручивается в правую сторону бывает в левую не в ту сторону покрутил взрыв не в ту строго в сторону покрутил вот так там надо очень хорошо я не видел это вымысел типа девятой роты наши девятой ротов более правдоподобно поставили чем тот бред что ставили американцы в афганистане их просто не было это внутри страны а там у каждого полный боезапаса чья в тебе пуля сидит никто разбирать не будет пули то да да есть есть где допустим наш этот самый итальянский артист играет как комиссар катания вот где играет да было фильм называет он в нашем фильме снялся про афганистан он очень неплохо сыграл в этом фильме но когда там показано серебряков там молодого блин дрючит наш артист тоже длючит издевается над ним как хочет бы елки-палки такого просто в афганистане быть не могло потому что ну его просто пристрелили и все но были случаи были случаи когда взорвали командира полка начальника штаба полка взорвали за то что он там что-то ему не понравилось он выставил полк под палящим солнцем и 6 человек получила тепловой удар а пол стоял там маршировал потом стоял под этим солнцем короче кончилось тем что ему установили на дверь растяжку он открыл дверь своего модуля и вознес нужна только для парада парадов там не проводим травы парадов там не было вот война вообще она не любит бравады но не любит прежде всего до понтов каких-то любая ошибка любая глупость может стоить жизни и вот кто это сразу не понял те умерли нет у нас у нас вернули в строй но наверное 80 80 или 85 процентов раненых вернули в строй ну было много очень так же минная война было очень много подорванных было сказать что уже сказал контузия это ну как мы возвращались с разведвыхода нам нас попросили там про прошерстить один кишлак кишлак то прошерстили возвращались уже под вечер и мы понимали мы в такой местности шли что вертолетом на забрать не нужно к тому же спустился очень сильный туман вертушка нас просто до забрать не могла она не видела них поэтому мы знали по карте что где-то здесь должен быть так называемый стоять на сопке авианаводчики мы пришли к этим авианаводчиком и у них остановились на ночевку а ночь у нас обстреляли они подтянули туда на ишаках 4 миномета 120 миллиметровых и устроили обстрел всего 16 мин было по моему выпущено по 4 по 4 залпы а я там такое укрытие из камней сделаны из глины паншер называется и нары вот так два яруса я лежал на нижнюю когда мина попала в угол здание потолок рухнул верхние нары упали меня накрыли вот это меня спасло я получил несколько осколков разные места тела и контузию убила 6 человек у нас еще шестерых ранило естественно там начали стрелять кто куда-то ну оборона там там была создана сектора обстрела сектора обороны были созданы отстреливаясь ребята конечно но помощь пришла только утром вот утром вертолет прилетел забрал раненых и набрал убитым все чтобы попытки договориться с местными договаривались с местными договаривались постоянно вот контрразведка в частности этим занималась что же договаривалась с местными обеспечивала переговоры переговоры часто вели представители власти а мы так сказать обеспечивали силовое прикрытие ну например там шел чисто подкуп например вот полевые командиры они часто враждовали друг с другом там за какую-то территорию вот мы знаем у нас здесь проходит дорога военная дорога кара по которой идут грузы мы встречаемся с полевым командиром который контролирует эту дорогу значит и договариваемся с ним что мы ему оказываем помощь там рисом там мукой там боеприпасами оружие при необходимости вот чтобы он пропускал наши машины но не подпускал к ней к этой дороге его врага он соглашается он соглашается и вот он держит по сути нашу дорогу а мы там тоже вот многие это вот все это зеленое знамя аллаха там это самое какого война с неверными начало это часто пропаганда это все пропаганда не точно также любят зеленые доллары они также любят взятки и тому подобное поэтому притом если неверный предлагает ему оружие почему бы не взять ли там еду там лишь голодные ведь в афганистане ну например многого чего нет у них никогда не было хлебозаводов например мы им построили в хлебозавод у них никогда допустим не вырабатывали сахар сахара не закупают вот много и много чего они вообще практически ничего не производят кроме оппенного мака да есть несколько предприятий там швейные еще какие-то по коже вот они по металлу там всякие прибамбасы делаю очень красивые ковры есть и очень красивое оружие они вот украшают его всякой резьбой там отравлением это да покупают покупают да и кроссовки можно купить и японским вот в дукан заходишь это магазин по их нему дукан заходишь там можно купить начиная от маисовой лепешки и кончей японским магнитофоном иногда вот такие контрасты вот едет этот блин я не знаю на ишаке или на верблюде едет грязный весь в этом вот шапочка это афганка такая 6 6 конечная значит халат на нем грязный какой-то дырявый елки-палки японский магнитофон висит музыка там контрасты такие вот встречаются были случаи были случаи вот когда начался вывод войск вывод войск когда начался мы контролировали границу то есть вот стоят пограничники здесь вот за поворотом стоим мы контрразведка оттуда же за банистана везли все что можно пограничником он там 100 человек отдал знаете тогда были чеки внешпосыл торга до березки да она чек можно гораздо больше было купить чем на рубль у нас на этом тоже накололи потому что когда мы вывели войска из афганистана чековые магазины все закрыли а нам обвиняли вот эти чеки один к одному на рублю ну да 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 мы вывели из афганистана самая отсталая страну не ну дело в чем что везли не только вот там барахло всякое а везли еще оружие и наркоту вот что важно что страшно здесь вот стоят пограничником там ему 100 человек отдал и поехал дальше за углом стоим мы у меня приказ он у нас приказ если не останавливается стрелять по колесам стрелять по колесам да и вот не дважды приходилось стрелять по своим у меня солдатом в кювете сидит его автомат и подствольник еще у нас подствольника как зарядил в один улазик блин у него колесо а века колесо отлетела блин перевернулся а вазики майор и капитан вазики а когда днище уазика поднище воду уазика залезли там наварено блин вот так вот наварено ящичек а в ящичке 12 автоматов а когда вскрыли а когда муку продавать продать можно вот в том же таджикистане 80-й год 89-й год а вот другой машине полностью вот это вот какого запасное колесо полностью набито наркотой да нет еще практично ковры ковры да можно было нельзя было как художественной ценности там вывозить всякие а там ну нам гадам говорили если вы не можете определить что это художественная ценность тормозите приедут особисты приедут специалисты они будут уже решать пропускать не пропускать а там чуть не каждая третья машина с этими художественными ценностями и стояла там у нас на пропускном пункте стояли значит и особистые специалисты вот они вот работали не покладая рук вот целыми днями говорили когда же это за это мучение кончится когда они наконец не 6 полков долбаные выйдут блин ты сначала 6 полков выводили афганцы много чего оставили нет но та техника которая числилась за войсками и было более-менее в нормальном состоянии и улыбили а которая была похуже и там все оставили все бросили там сейчас до сих пор он ездит по дорогам афганским до сих пор наша техника разбитая стоит вот она уже ржавая там вся у нас стоит до сих пор на дорогах и никто не убирает коммунальные услуги там не работают какие вот такие вот которые должны да почему ну потому что война она конечно наверное так человека ломает то что ломает она показывает что такое человек на самом деле если здесь в мирной жизни можно какие-то свои недостатки скрыть спрятать то там они сразу вылазит все трусость подлость короче все вся грязь из тебя вылазит и ты начинаешь ощущать насколько ты труслив подло и тому подобное это очень трудно и поэтому многие спиваются ну и страх конечно страх 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 страхом еще как-то можно бороться вот пытаться пытаться вернее с ним бороться тогда люди сходят с ума я вот видел в ташкенте молодой лейтенант вверх солдата домой у солдата крыша съехала он сидит в атаку у него такое впечатление что он держит в руках рожок его так как будто набивает его патронами горсть патронов руку берешь и начинаешь набивать ну то есть я не знаю как она его родителям приведет или куда он его там приведет может госпиталь может там не знаю вот я в ташкенте пролежал госпитале потом меня еще нам адаптацию как говорится на восстановление отправили в грузию заставит такой городок застафонии из грузии там проходили реабилитацию вот эти вот после афганистана вот я там еще месяц пробовал только потом меня уже когда подлечили хорошо вызвали штаб и сказали ну куда поедешь есть два места забайкальский военный округ и рига я сказал конечно в ригу нафиг не забайкальский комаров кормить тоже знал что союз распадется я поехал в ригу привалки на нашу вот эту службу так называемой контрразведки как кончилась война из тут же ликвидировали нужно только при военных действиях она не нужна мирной жизни совершенно то военная контрразведка она не нужна мирной жизни смеш грубо говоря полномочия у нас сюда у нас были у нас были полномочия большие вот ну то есть какие полномочия то там было сказано что все должны оказываться действием все я не мог конечно там полковнику регенер командиру части приказать что-то я мог попросить это во время войны у смерча были неограниченные полномочия я мог попросить я не мог приказать его убедить да вот там было написано что мы обязаны показывать всяческое содействие так сказать мы не боитесь что сейчас вот после окончания войны на юго-востоке оттуда приедут тот же крыл люди которые там воевали и как они будут в мирную жизнь не знаю как они будут вписываться война действительно уже человек не возвращается с войны такой какой он был до этого у него уже переоценка ценности происходит вот здесь мозгах вот начинает наверно больше ценить жизнь вот каждую минуту этой жизни вообще психологическая подготовка одна из главных ведь у нас сейчас в армии не учитывается очень многие вопросы людей не подбирают для ведения боевых действий по их так скажем темпераменту по их личностным каким-то характеристикам но нельзя допустим холерика пускать ситуацию когда ему он где-то долго очень надо сидеть и что-то выслеживать там вот но нельзя он холерик не такой человек то же время нельзя флегматика посылать когда нужно что-то сделать очень быстро и резко то есть вот к этому в армии нет совершенно подхода на может спец частях каких то есть подход в обычной армии вот это очень важный вопрос был такой психолог вера я вячеслав по моему васильев вячеслав васильев он написал очень хорошую книгу сначала художественная 2 и сначала он написал научную работу а потом написал это самое какого художественную книгу но писал он уже о чечне чечне он говорил в этой книге он говорит что большинство нынешних солдат попадающих в армию они находятся на уровне 12-летних вот своего сознания 12-летних подростков вот после военных годов вот и они зачастую не только не не могут воевать вот в экстремальных ситуациях находиться но и часто просто тупо позаботиться о себе вот убив там врага или увидев там получив ранение люди в смерть товарищей у этих людей получается такая психотравма которая срочно нуждается в заменении чем-то хорошим вот их надо немедленно убирать из этой ситуации и отправлять в места где их будут лечить иначе это будут психически ненормальные люди придут в гражданскую жизнь психически ненормальные люди то есть их надо вытеснять вот и задал все резин но тогда придется разогнать 80 процентов армии мне кажется что те те люди которые сейчас поехали на юго-восток воевать они поехали воевать только потому что они могут жить без войны совершенно верно может быть не ну дело в чем что вот из моих ребят никто не из моих ребят никто войну не проходил они уже слишком молоды для этого во вторых вы жили на украине и в чеченской войне например они не не могли участвовать новой надо стена одних превращает наркоманов других садистов превращает они да у нее это вот тоже один из видов так сказать сдвига вот войны что человек уже не может чтобы не убивать поэтому многие афганцы после войны либо пошли какие-то бандитские формирования либо за и пописались боевики при том неважно за кого воевать неважно лишь бы воевать вот это да это такой синдром тоже свойственным войне но каждый просто должен думать и направлять свое вот я направил то что начал людей начал учить выживать вот в экстремальных условиях как вести боевые действия ко мне часто строкболисты обращались у них тоже там тактика и тому подобное консультации для них делать у нас часто там разыгрывались там со всей украины даже с россии приезжали ну вот пока все спасибо спасибо что больше часа что ли было до фига было час 17